Друзья, рад вас всех видеть. Добрый вечер уже получается, да? Устали? Кто устал? Есть люди, да, которые уже немножечко. Хорошо, мы постараемся бодренько провести эту сессию. Будем говорить о ботах, бот-фреймворке, о когнитивных сервисах в Azure. Надеюсь, будет интересно. Скажите, пожалуйста, кто-то пытался разрабатывать ботов уже? Есть такие люди, да, но немного. Я надеюсь, что то, о чем мы будем говорить, будет интересно всем. Опять же, вся эта история, которую я буду показывать, она была показана в первый раз на билде, который был меньше двух месяцев назад. Это первый раз, когда это все показали. То есть для многих это, возможно, будет такой breakout session, когда не было времени попробовать новинки, да, потыкать, посмотреть, как она работает, что из себя представляет. Об этом мы и поговорим. То есть хочется, чтобы ауткам был такой, чтобы было понятно, какие возможности есть, каких нет, куда копать, если захочется этим заняться. Вот. Это наша цель на этот доклад. Я так понимаю, что мы ориентируемся где-то в 50 минут закончить, да, Лена? Окей, то есть как-то так. Презентация коротенькая, потом мы пойдем в код, мы посмотрим, как это работает. То есть я постараюсь это сделать максимально интерактивным. Не стесняйтесь меня перебивать, если где-то по пути появился вопрос, комментарий. Вот. Посмотрю. Да, поднимайте руку, за вами будет следить Лена, давать вам микрофон будет. Вот. Ну, если что, я попрошу, чтобы наконец, да, перенесли вопрос, если дальше мы об этом будем говорить. Вот. Пару слов о себе. Меня зовут Антон Ведищев, как меня представили. Оля много рассказала. Действительно, я один из сооснователей нашей одесской .NET-юзер-группы. Вот. Если кто-то хочет выступить с докладом у нас, обратитесь ко мне. Мы обязательно все организуем. Вот. Также я MVP по Microsoft Azure с некоторыми ребятами. Я вижу знакомые лица, были на каких-то докладах или тренингах по ажуру. То есть облако Microsoft – это моя специализация. Уже четыре года я MVP. Вот. Ждем, что там будет на пятый юбилейный. Вот. Работаю в одесском Сиклуме. У нас довольно большой проект. Он называется «Арардонали». Поэтому у меня и на бейджике написано «Арардонали». Нас в Украине 90 человек, 60 в Одессе, в Киеве 30. Соответственно, я руковожу всей технической частью Solution Delivery. Мы делаем разнообразные финансовые системы, активно сидим в облаке. Вот. Поэтому, собственно, и рассказываю часто об облаке, потому что есть опыт внедрения больших всяких штук. Ну окей. Перейдем к самой теме. Боты. Итак, почему сейчас постоянно говорят о ботах? Есть какой-то вот поднялся не так давно хайп, боты, боты, боты. Есть такие циники, которые говорят, боты были уже сто лет. Это та же самая командная строка. Бе-бе-бе. Вот. На самом деле, с одной стороны, действительно боты были давным-давно, да, и там десятилетиями они как-то существуют. Это, я не знаю, как сегвеями, вот с этими штуками можно сравнить, да, на которых все катались там гиробордами, да. Технология есть давно, но она приходит к такому какому-то этапу, где она сходится в тех технических решениях, их качестве и тем, чем люди пользуются. И вот то, что сейчас называют conversational user interface. Он становится намного-намного популярней, и во многом можно поблагодарить Siri, Cortana, Google за это все. И просто на сегодняшний день есть статистика, что все больше сервисов, которые и так уже имеют для себя приложения, пишут ботов, и люди все чаще и чаще начинают пользоваться этими ботами, потому что просто, как получается, людям это удобнее. Да, у меня, может быть, там есть офигенный апп для вызова такси Uber, например, если я нахожусь в развитых странах, Uber там есть. Тем не менее, они сами показывают статистику, что больше и больше людей просто, ну, им неудобно искать один из сотни аппликейшенов, да, которые вы запускаете иногда, и из тех десятков, сотен функций, которые там есть, вам на самом деле надо заказать такси сейчас туда, где я есть. С этой же целью я могу просто в чатике, у меня есть Uber-бот, я его попросил, он сделал то, что мне надо. То есть легкий, простой интерфейс, и для большинства вещей этого достаточно, там, пицца домино, такси, опять же, флебуста, может быть, кто-то в телеграмме пользовался ботом. Достаточно удобная штука, когда вместо того, чтобы идти на саму флебусту, искать там какую-то книжку, качать, вы пишете просто боту, говорите, дай мне такую-такую книжку. Он говорит, я нашел это, там какая-то из них подходит, говоришь, да, в каком формате, FB2. Он просто в телеграмчике скидывает аттачмент, ты сохраняешь книжку и все. Такие вещи тоже становятся популярны. Опять же, если вы посмотрите на мессенджеры и вообще то, чем они конкурируют, очень многие мессенджеры пытаются выезжать как раз на ботах и интеграциях. В частности, Slack, кто-то пользуется Slack? Slack, как его все, много людей, да? Ну, на самом деле, не в последнюю очередь Slack получает популярность именно за счет интеграции. Когда можно там написать боту, да, создай баг, он пойдет, создаст баг. То есть, в принципе, все, вот вся эта концепция, как бы электронных секретарей, она все популярнее, люди все больше привыкают. И это, на самом деле, сегодня делать не так и сложно. Вот. Об этом сегодня и будем говорить. Вот. Как их разрабатывать? Опять же, если так взять на скидку, что у нас есть? Есть Slack-боты, Telegram API, Skype, Facebook выпустил свои API, ждем от WhatsApp API, которых еще нету, Kik Messenger, опять же, SMS-очки. Что? Вичат. Возможно. Ну, естественно, они все разрабатывают какой-то свой набор API. Каждый мессенджер поддерживает свои какие-то штучки, какие-то не поддерживает. Не знаю. В некоторых мессенджерах, когда бот вам что-то пишет, вы можете нажать там один из трех пунктов выбора, как кнопочку, да? Некоторые мессенджеры, например, как Skype, это не поддерживают. Вот. И получается, что здесь мы сталкиваемся с такой популярной, можно сказать, кроссплатформенной проблемой, да? Ну, что мне делать, когда у меня есть сервис, который я хочу принести во все мессенджеры, которые это поддерживают, чтобы человек мог сам выбрать и пользоваться тем, чем удобно, чтобы я не заставлял его поставить Telegram только из-за себя, потому что он там сидит, я не знаю, в Facebook мессенджере и все остальные ненавидят, да? То есть как попасть на все эти платформы, при этом не повторять кодбейс, не учить каждый набор API, а они там везде совсем разные. Вот. И, собственно, Microsoft выпустил Microsoft Bot Framework, о котором мы сегодня и говорим, как платформу для написания ботов под все мессенджеры, которые это поддерживают. В данном случае вы можете использовать C-Sharp или Node.js для написания. Вот. И дальше мы поговорим, как вы доступитесь на каждую из этих платформ и как вы будете использовать одного единственного бота для этого. Итак, бот-фреймворк. Показали его на билде. Из чего он состоит? Во-первых, есть сам по себе бот-коннектор. Это очень важная часть. Что он из себя представляет? Во-первых, это и есть такой гейтвей между самим мессенджером и вашим приложением, веб-сервисом по большому счету, вебапи-приложением, например, на котором вы пишете своего бота. То есть фактически вам нужно реализовать интерфейс между бот-коннектором и вашим сервисом. Бот-коннектор, он сам будет уметь перевести эти сообщения скайпу, телеграмму, кику, слаку и так далее, кому нужно. Кроме этого, он позволяет, помогает вам менеджить состояние. То есть инфраструктурно вам нужно помнить стейт вашего общения. То есть первое это сообщение, которое приходит, или это уже результат диалога после каких-то там десяти пунктов выбора. Бот-коннектор будет об этом помнить. Получается так, что пользователь пишет сообщение, оно приходит на бот-коннектор. Бот-коннектор цепляет состояние, то, которое у него уже есть, передает ваш веб-сервис, вы уже поймали состояние. Обработали, пошел ответ, приходит на бот-коннектор, он передает дальше. Плюс сам по себе бот-коннектор поддерживает всякие штучки, типа того, что Bing Translate можно переводить. То есть если вы поставили, грубо говоря, одну галочку, вы можете просто любому боту сказать I would like to speak English. Ну или там I would like to speak Russian, например. Конечно, это будет все работать ужасно, потому что то, как этот транслейтор все вам переведет. Ну, с другой стороны, с этим хоть как-то можно жить. То есть, грубо говоря, поучив, пообучая немножечко бот на этих фразах, можно кредит тому, чтобы обучить вот тому самому орковскому английскому, который получается как результат перевода, чтобы ваш бот научился понимать. Нормальный русский или украинский, переведенный на английский язык. Вот. Плюс есть механизм для дебага. Дальше. Есть сама по себе SDK. Она open-source, она есть на GitHub. Я покажу, где она там хранится. Которая дает возможность… Ну, фактически она создает всю инфраструктуру, которая вам нужна. Это такие… ну, ASP.NET MVC, но для ботов. То есть, когда мы говорим о веб-фреймворке, что вам нужно? Вам нужно уметь управлять состоянием, какие-то сессии, возможности обмена реквестами и респонсами, да, сериализаторы, десериализаторы. Ну, вот какой-то джентльменский набор. Фактически вот этот бот-билдер SDK и дает вам хороший, достаточно гибкий механизм, с помощью которого, во-первых, у вас есть диалоги. То есть, это специальный, фактически, интерфейс, который позволяет, сохраняя свое состояние внутри диалога, переходить от сообщения к сообщению к сообщению. Например, ну, вот как вы звоните оператору, да, и вам спросят там, нажмите единичку, если вы хотите там узнать остаток на счету, да, на каком счету. Выходите по этим пунктам, и фактически вот этот вот диалог является классом, который позволяет помнить все, что у вас уже человек выбирал, выбирал, и фактически переходить от метода к методу, к методу, и выполнять тот код, который вам необходим на этом шаге. Таким образом, ну, вам достаточно легко, вот эти цепочки достаточно сложные делать. Более того, можно делать чейны этих диалогов, то есть вы из одного диалога можете вызывать другой, третий, и фактически каждый вот этот диалог будет таким кубиком лего, скажем так, который вы, там, человек выбрал, что он хочет в другой раздел перейти, вы его пробросили в другой диалог. И фактически появляется стэк диалогов, которые состояние вниз и вверх будут передавать. То есть это то, что удобно, ну, вот как бы практически человеку, который пишет, такой инструмент нужен, нужно знать состояние, да, отправили его в тот диалог, он походил, повыбирал какие-то пункты, передал, что он там навыбирал, обратно в ваш диалог. Ну, как-то так. Плюс заполнение форм. Есть форм-билдеры, форм-флоу, когда вы можете просто на основе класса, у которого есть свойства, с какими-то типами данных, просто передать этот класс, и бот поспрашивает вас, попросит заполнить все поля, и фактически вы поводите все данные. В частности, если вы хотите сделать какую-то регистрацию или выбор, там, какую пиццу хочет заказать пользователь, у вас есть класс с какими-то иннумерейшенами, например, да, там, толстый корж, тонкий корж, размеры пиццы и так далее. И просто на основе класса он сам сгенерирует диалог, опросит обо всем и даст вам этот результат, что тоже достаточно удобно, чтобы не писать самому какие-то там длинные такие цепочки спрашивания 20 каких-то параметров. Вот. И также есть чат-эмулятор, на который мы сегодня посмотрим. В будущем, как, наверное, способ, я не знаю, и монетизации в том числе, будет запущен бот-директори. Фактически это такой аппстор для ботов, в котором можно зайти, найти бота, который вам необходим, добавить его в тот-то-то мессенджер, который поддерживается, и начать им пользоваться. Вот. Собственно, эту часть я рассказал. Фактически, что такое бот-коннектор. Это такой сервис посередине, который соединяет ваш, бот, который является веб-приложением, и уже какие-то там конечные сервисы, чата. Можете увидеть, что здесь есть, допустим, смски в том числе. То есть как бы с помощью бот-коннектора вы можете сделать, чтобы на короткий номер какие-то смски ходили. Ну, если Украина поддерживается, я не знаю. Вот. Бот сам по себе, как я говорил, если вы используете бот-фреймворк, удобно писать на C-Sharp и на Node.js. Если вы хотите, вы можете написать на чем угодно. То есть фактически есть JSON-контракты, да, на которых вы обмениваете. То есть если вам не лень фактически за-реверс-инженерить, повторить этот контракт, пишите на Ruby или на Python, если хотите. Вот. Ну, естественно, удобнее брать что-то уже готовое. Вот. Что интересно и что позволяет ботам действительно развернуться, это, наверное, один тоже был из больших акцентов на билде, Azure Cognitive Services. Они выставили фактически как Software as a Service доступная платформа, где есть очень много разных API по распознаванию текстов, по распознаванию картинок, по распознаванию речи и так далее. То есть фактически если вам нужно решать такие задачи, вы можете одним из этих API воспользоваться. Они есть готовые. Пока что они в бете, оно все бесплатно, но дальше использование весьма недорогое получается. И в частности то, что они реализуют в Skype API, который тоже недавно появился, когда вы можете боту звонить, просто делать колл, и что происходит? Вы говорите что-то боту. Фактически картана распознает вашу речь. Текстом бросит тому же бот-фреймворку, например, сообщение. Бот что-то ответит. И фактически вот эта платформочка на Skype зачитает вам каким-то TTS-движком той же карта на ответ. То есть вы можете ехать в машине и разговаривать с ботом, по большому счету, имея бэкэнд текстовый. Кроме этого, опять же, распознавание картинок тоже позволяет что-нибудь делать. И самое интересное здесь – это вот этот вот Lewis Language Understanding Intelligent Service API. Про него мы поговорим чуть подробнее, и я отдельный кусочек доклада постараюсь сделать так, чтобы показать его. Действительно достаточно мощный движок для распознавания речи, для распознавания намерений пользователей, скажем так. Почему это важно именно здесь? Если мы будем говорить вообще о такой дисциплине, как Natural Language Processing, когда компьютер пытается понять какой-то текст и что в нем написано. Действительно хороших движков нет, и есть такие классические проблемы, которые каждый человек, который приходит в Natural Language Processing, начинает испытывать. Ну, естественно, там строится дерево, где разбирается предложение с точки зрения, что подлежащее, что сказуемое и так далее. И что-то понять можно. Но, допустим, ни один известный мне, по крайней мере, NLP-движок не умеет работать с анафорами, например. Когда нужно понять, что такое он, она, они и так далее. То есть, грубо говоря, если мы пытаемся написать движок, который распознает речь, и мы берем, допустим, два предложения. Первое предложение. Мы отдали обезьянам бананы, потому что они были голодные. Второе предложение. Мы отдали бананы обезьянам, потому что они были перезрелы. То есть сам движок, для того, чтобы вообще разобрать это все, должен иметь понимание, в принципе, ой, там, я не знаю, нашей вселенной достаточное, чтобы понимать, что обезьяны были голодные, могут быть голодные, а бананы перезрелы, а не наоборот. И, в принципе, это достаточно такая сложная штука, которая медленно продвигается, но есть луис, который фактически какую задачу решает. Когда вы разговариваете с ботом, вы не будете с ним какие-то вести философские разговоры. Когда вы пишете боту, бот это помощник. В первую очередь в вашей фразе нужно понять намерение. Если бот может правильно распознать намерение, там, я не знаю, вы хотите поставить будильник или какую-то напоминалку, создать какой-то ивент, по большому счету бот должен понять намерение и также внутри самого предложения будут какие-то энтити. Энтити это, например, когда я ему говорю set the alarm at 9pm, например. Он должен понять, что 9pm это время и он будет это использовать как энтити. То есть фактически распознавание достаточно хорошее для бота это понять намерение, понять сущности, которые уже есть в предложении и все. И вот это умеет делать луис. И он умеет делать это достаточно хорошо. И он интегрирован с бот-фреймворком, поэтому их связать вместе очень просто. На это мы тоже посмотрим. Окей. Перейдем к демонстрациям. Меня просили сказать, что вот сейчас демпи. Наверное, имеет смысл ближе подвести к экрану. Будем говорить о том, если вы начинаете работать с ботами. То есть с чего вам надо начать. Если вы решились… Да-да. А, пропал. Эй. Как мило. Я выбрал extend. На самом деле надо duplicate. Вот так. Прорубил немножечко шрифты Firefox. Есть, кстати, у него такая проблема в десяточке. Окей. Dev.botframework.com. Вам имеет смысл прийти вот сюда. Здесь что вы можете сделать? Видите, есть разделчики. Можете почитать блог. Прочитать, например, в нем, что 13-14 апреля… Нет, апреля, боже мой, июня. Будет конференция большая по ботам в Сан-Франциско. Надеюсь, будут трансляции. Прямо несколько дней будут про ботов с утра до вечера говорить. Есть мои боты. У меня их есть парочка. Есть регистра бот. То есть, когда вы регистрируете бота, первую очередь вы должны его зарегистрировать здесь, внутрь бот-коннектора. И вы можете посмотреть, о чем нас спрашивают. Нас спрашивают название, описание. Самое главное – это endpoint. То есть, где сидит тот веб-апи-сервис, который согласно вот этому контракту нашему будет отвечать на реквесты. Privacy URL, тра-та-та, тра-та-та. Есть даже… Где-то там надо посмотреть. Был отдельный раздел, куда репортить абьюз. То есть, если там начинает он некрасиво отвечать. Вот. Ну, на самом деле, то есть, в основном такая legal информация. Кроме endpoint здесь ничего такого нет. Есть галочка в поведении, две галочки. Listen to all messages, она у меня не стоит. Это обозначает, что бот будет слушать только те сообщения, которые лично адресованы ему. Если я поставлю эту галочку, это будет обозначать, что, например, в Slack или в Skype, если он добавлен в чат, то все сообщения в чате будут ему приходить. Если он считает, что ему есть что по этому поводу ответить, он будет отвечать. И translate channel messages. То есть, если вы ставите такую галочку, он сразу начнет поддерживать, то есть, любому боту, что бы он там ни делал. Вы можете сказать, I would like to speak Spanish. Он переключится на испанский, и по пути он будет запускать Bing Translate, чтобы переводить сообщение с испанского на английский. Вот. И есть application configuration ID, который вы задаете. И это фактически ваш какой-то уникальный идентификатор. Когда вы зарегистрируетесь, у вас получится что-то типа такого. Мы можем щелкнуть на одного бота, и когда он уже заведен, есть API, который я сам ему дал. То есть это мы сейчас пробуем. Идея в том, чтобы под юзер-группу, которая у нас проходит, чтобы просто можно было боту сказать, ну, делаем анонс, бот написал вам в фейсбучике сообщение. Вы можете посмотреть о конференции, вы можете нажать зарегистрироваться. Зарегистрировались, да? Он там за недельку, за день напомнит, вот, чтобы просто, ну, как тестовое такое задание поиграться. У нас есть API, endpoint, видите, я задеплоил в App Service, Azure Websites. У меня есть специальный секрет, который мне необходим для фильтрации сообщений. Когда я покажу в самом боте, чуть-чуть заспойлерю, у меня есть обычный API-контроллер, и у него стоит такой атрибутик bot authentication. То есть он будет отвечать на сообщение только если есть правильный App ID и правильный секрет, чтобы просто кто-то, зная этот адрес, не додосил сам по себе сервис. Вот. И здесь, ой, куда-то я щелкнул. Здесь можно протестить сразу соединение с ботом, и здесь можно добавлять разнообразные каналы. Перед тем, как мы поговорим, как добавлять каналы, как бы этот интерфейс мы уже знаем. Если бы здесь вы нажали на самой первой страничке Get Started и почитали, что там написано, вы бы увидели, что для того, чтобы создать новое приложение, которое, вот давайте мы просто новую студию запустим, вам предложат скачать Project Template, который вы кладете там в Documents, Visual Studio 2015, Project Template. Когда вы ее туда положите, у вас появится новый тип проекта. Нам надо немножко подумать. И где-то, мне кажется, вот хороший вопрос в каком разделе. Вот application, просто в C-sharp. Появился, ну, я просто положил зипчик под Project Templates, как написано в инструкции. Вот это обозначает, ну, Visual Studio сканит не только то, что у нее есть в самой студии, но то, что и под юзера, какие есть Project Template. И у нас создается проект. На самом деле сейчас создастся обычный вебапи проект на .NET 4.6, не ASP.NET Core. Хотя у них уже есть примеры, как в ASP.NET Core будут выглядеть проекты. Что у нас здесь есть интересного? У нас есть фактически messages controller, который… Вот мы можем посмотреть, что здесь происходит. Есть вот такой async task message, который будет принимать все сообщения. Сообщение, видите, приходит просто в body. И, соответственно, мы создаем reply message, в котором говорится, какая длина текста, который мы ввели. Если это сообщение. Плюс к этому внизу, видите, есть handle system messages. То есть сам по себе бот может обрабатывать разнообразные события, когда в тот же чат или группу, чат-группу, добавлен пользователь, удален. Когда этого бота самого добавили в какой-то чатик и так далее. Эти события тоже можно обрабатывать. Кроме этого, можно увидеть здесь, что вот у нас есть upid и upsecret, которые, когда я его зарегистрирую, чтобы он работал уже с настоящим ботом. Вот это мой upid и вот здесь вот спрятан под звездочками мой upsecret. То есть процедура какая? Я зарегистрировал бота здесь. У меня сгенерировались upid и upsecret. Я создал такой проект, задеплоил его куда-то. Ну, проще всего его деплоить в Azure App Service. У меня есть url, по которому я его задеплоил. Собственно, он вот там и указывается при создании бота. И все. То есть с этого момента я уже могу работать. Как выглядит этот бот? Для того, чтобы вот этого же бота протестить, я могу поставить эмулятор. Есть такой бот framework эмулятор. Майкро-софт, майкро-софт. Может, я его много запускал уже сегодня раз? Он устал, да? Я устал, я ухожу. Один там сзади висел. Боже мой. Замечательно. Ой, умер. Отлично. Давайте еще разочек попробуем. Запустился. Видите как? Что у нас здесь есть? Мы можем этот проект взять и просто запустить. Когда мы его запускаем, у нас есть, видите, там, дефолт htm, страничка заглушка, в которой может быть информация о боте. Он висит у меня на порту 3978. Я могу с ним пообщаться. Единственное что, если я ему напишу что-то сейчас, я думаю, у меня будет 500. Справа вы видите сообщение, какими JSON. А, 403 forbidden. Здесь у нас показывают, какими сообщениями он обменивается. Что же такое? Вот. То есть вот это и есть тот контракт, который реализован в JSON между бот-коннектором и моим сервисом. Здесь вы можете увидеть информацию у пользователя, канале, какое он сообщение отправил, сколько участников в разговоре и так далее. Вот. 403 forbidden почему? Потому что у меня настроен здесь upid и upsecret на другого бота. Поэтому он мне не дал с ним пообщаться. Мы вернемся сюда. У нас ранится этот бот. Мы попытаемся в веб-конфиге взять вот этот yourappid и yourappsecret. И мы сможем с ним начать разговор из эмулятора. Чик. You send two characters. Ну вот как обмен сообщениями произошел. Что-нибудь еще? Вот мы с ним разговариваем. Я могу его задеплоить. Он будет работать. Из интересного… Интереснее будет на следующих примерах. То есть вот, в общем-то, так. Это самый простой бот. Если мы посмотрим на какие-то вещи более серьезные, как это выглядит. Я вам покажу на примере вот этого вот же бота, которого я зарегистрировал. То есть есть бот. Я на нем просто играюсь, пытаюсь рассматривать какие-то штуки, которые… Ну, то есть как работает интеграция, как там отправить картинку, как по времени отправить сообщение, какие возможности есть в самом диалоге. Вот если мы пойдем в него, здесь в месседж-контроллере, в отличие от того, что происходило, я создаю диалог. Для того, чтобы его добавить, у меня нугетом я притащил microsoft.bot.builder. Текущая версия 1.2. Он дает возможности вот этих диалогов и возможности заполнения формочек. Что делает вот этот бот, как он работает? Если я его запущу, но для того, чтобы его запустить, мне надо вернуть apid. Я под барабанную дробь докладываюсь. Где-то там что-то такое. А, или это просто эхо, как я клацаю. Возвращаемся, да? Есть бот. Мы его не запустили. Мы его запускаем, смотрим, на каком порту он поднимется, скорее всего, тоже 39. 39.78. Молодец. Я могу ему написать там, не знаю, привет. Понимает. Ну, на самом деле я сделал так, чтобы он на любое сообщение отвечал сразу. Здесь минуты отлично. Я сделал так, чтобы были эти кнопочки в тех чатах, которые это поддерживают. Я могу спросить о событии. Он мне выведет там с картиночкой какой-то там слайдик. Я могу сказать назад. Я могу сказать зарегистрироваться. И он начинает меня опрашивать там, как вас зовут. Антон. Ведите имейл. Один из какой-нибудь ведем. Кем вы работаете? Кем вы работаете? С язычно особой предприятий. Правильно? Допустим, разрешаете ли предоставить данные? Yes, yes. И напомнить ли о предприятии. То есть фактически вот такой разговор у нас уже произошел с этим ботом. Как это выглядит в коде? Давайте посмотрим. Опять же, у меня есть вот этот вот конференц-дайлог. У меня есть метод start-async, который при первом общении я сюда попаду. И я переадресую на initial-дайлог-ресифт-async. То есть когда приходит уже сообщение какое-то выбранное, я здесь на самом деле получил месседж. Await argument. Ну так оно асинхронно работает. Я его тримнул, это сообщение. И здесь просто написал кейсы всякие. Это самый такой, скажем, простой способ, как с этим работать. С кнопочками работает нормально. Ну потому что я просто нажал, он сам написал register. И в разных случаях я что говорю? Если спросили about, я отправляю там собранное короткое сообщение о мероприятии. И я ему сообщаю, ну выкидываю кнопочки больше или назад. Я это сделал как отдельный компонентик, потому что мне кажется, что оно реюзабельно. Если регистрация, то я запускаю форм-диалог, который все это соберет. Если фидбэк, то я переброшу на метод, который примет сообщение уже с этим фидбэком, обработает. Таким образом у меня есть просто разные методы, которыми я буду туда-сюда ходить. В частности там, я не знаю, если я делаю send more back reply, вот этот, то здесь есть особенность, что мы когда генерируем сообщение, я могу сделать аттачменты и в аттачментах сделать экшены. Ну так это работает на уровне этого фреймворка. Если чат поддерживает вот эти вот сообщения, ну кнопочки, то будет так. Если не поддерживает, то будет не так. В частности, если мы пойдем сюда, вы можете увидеть вот тот же самый бот. Здесь он поддерживает markdown. Видите, ну жирненький, это просто две звездочки, about две звездочки. И таким образом он написал. Ну, следующая версия скайпа, которая будет, она будет это поддерживать. И вот таким вот образом это работает. Когда меня расспрашивал по registration details, он, вот фактически у меня есть просто класс, который serializable, в котором у меня есть просто public string в основном поля. И я просто повесил атрибутики, как ему нужно запрашивать. И я создал просто формочку на основе этого класса. И мне не надо было ходить… Да, да. Да, там есть как бы специальный синтаксис. Как бы… Там есть хитрости. Ну, долго говорить. Можно кастомизировать, как именно оно будет до предыдущего значения или после. То есть, если у меня есть заполненный… У меня может быть заполненное состояние с прошлого раза. В частности, я уже заполнял эту форму, регистрировался на предыдущую группу. Если у меня есть уже какой-то объект, я его откуда-то поднял, это то, где он поставит свойства. То есть, я могу это вначале поставить, тогда было бы там фоб. По-прежнему ли это ваше место работы? Вот. Примерно так. Так, на самом деле ничего сложного. Опять же, в разных чатиках оно… Как бы в чем могут быть проблемы? В разных чатиках он… Ой, что такое? Давайте попробуем. Наверное, что-то глюкнуло. Бывают некоторые проблемы с форматированием. Ну, допустим, вот здесь, видите, это выглядит так. Я могу спросить. Да. Вопрос. Да. Отлично работает. Смотри, вот когда, допустим, юзер запустил, там, зареистрировался, запустилась форма, да? То как-то можно повлиять на этот процесс? Допустим, на половине заполнения форма я не хочу дальше, я хочу выйти на какие-то другие опции. Это как-то оно обрабатывается? Да. Это очень гибкий механизм, в котором можно встрять практически в любом этапе заполнения формы. И можно эту форму вообще кастомно очень сделать. У меня эта формочка, она самая топорная, потому что я ее по большому счету не создавал. Я попросил просто, да, пять минус. Нативная, да, получается, форма? Да. Можно написать какое-то количество кода и сделать ее очень кастомной. А можно показать на скайпе, вот как он будет выглядеть? Там, допустим, есть кнопки. В многих ботах, там, в том же телеграме есть эти кнопки. А в скайпе нет. Как оно будет в скайпе? То есть он не будет работать, получается, в скайпе этот функционал? В скайпе, вот, я показывал. Ctrl-1. Вот. Он просто эти пункты, которые я добавил, он написал вот так в скобочках. И просто теперь мне надо написать там about, ой, я когда в этом, я не могу писать. Я ему пишу about. И он меня сейчас выведет. Ага. И здесь, кстати, видите, получилось вот attachment такой фейсбучный. Скайп не умеет показывать. Ну, в текущей версии. Но она учится. Если мы пойдем, где у нас скайп. Сообщение о боту. Это мой код, Роджер. Ну, вот, о событии. Вот эта штучка вся, она вот как специально фейсбучная. Они гордились, что можно такие. Как-то он, я забыл, называется этот тайлик. Вот здесь он отобразился. В телеграме, если мы нажмем о событии, оно будет, ну, немножечко не так красивенько. Да, здесь вот эта картинка, можно на ней download нажать. То есть, ну, разница форматирования какая-то будет. Вы здесь можете играться в зависимости от канала. Последнее, что хочу вам показать. Если что, можем и вынести в оффлайн вопросы. Про вот этот Луис хочу рассказать. Быстренько. Получается, что здесь вы можете фактически создать машин-лернинг-модель, чтобы она распознавала ваши сообщения. И, ой, что это внизу? Кто-то что-то мне ответил. Я делаю new application. Я называю его, допустим, там, я не знаю, sports tracker, к примеру. И как будто это будут сообщения, запустить какой-то трекинг, как будто вы общаетесь там, я не знаю, с каким-то wearable устройством. Я выбираю язык. Видите, есть китайский, английский, французский, испанский, итальянский сейчас. Я создаю приложение. Вот то, о чем я говорил в распознавании речи об интентах и энтити. Вопрос сейчас, похоже, будет. Создается приложение, и в нем фактически я буду давать фразы и говорить, как понимать ту или иную фразу. И он будет анализировать встречающиеся во фразе слова и пытаться все лучше и лучше понимать английскую речь. Создал? Ага, вот, создал. И вот здесь я могу нажать создать интент. Я, допустим, start tracking скажу. И нужно какой-то, там, я не знаю, start tracking my run, например, я ему говорю. Он здесь... То есть я говорю, что такую фразу надо распознавать, как activity start tracking. Я ему говорю submit. На самом деле, если бы я сначала создал, допустим, entity, допустим, activity type. Давайте сделаем так. Если я еще скажу, допустим, start tracking my swim, допустим, да? Мы ему говорим, что активность start tracking, и мы говорим, что это activity type. Submit. Допустим, begin a jog. Мы говорим, что это тоже активность start tracking, и мы говорим, что jog – это вот это слово. Таким образом мы будем давать, давать, давать фразы, и он будет определять интенты. То есть я не знаю, если я скажу start tracking my, что у нас есть за активность, я не знаю, там, gym. Знаете, почему? Он еще сейчас тренирует ее. То есть где-то минут через пять на всех этих предложениях он начнет уже разбираться. Видите, здесь есть кнопочка train. То есть мы можем накидать, накидать, накидать каких-то фраз, и он будет их распознавать. В итоге, когда вы будете писать бота, получается, что я вот только не того. Он у меня не открыт. Но, да, сейчас, одну секундочку. Если мы возьмем какого-то из сэмплов, допустим, пицца бота, есть такая штука, что у вас вот эта луис-модель, вы можете тегнуть сам по себе диалог. И у вас, видите, по интентам сообщение будет идти луису. Луис будет распознавать, какой интент, какие энтити я нашел. И будет вас сразу забрасывать в какое-то сообщение диалога, в метод диалога, в зависимости от того, что он понял, и передаст вам все эти интенты. И что интересно, нету, к сожалению, готового такого, чтобы показать, но есть еще саджесты, когда будут ходить сообщения, и допустим, что луис сначала не понимает какие-то фразы, к примеру. Они у вас все высыпятся вот здесь, и вы сможете вашу модель дотренировать. То есть вы его опубликовали, люди что-то пишут, пишут, он не понимает. Вы пришли и точно так же растегали, что в этом сообщении имеется в виду эта активность и вот это интити-энтити. Нажали снова кнопочку train, и завтра, грубо говоря, ваш бот какие-то фразы не понимал вчера, а сегодня он уже их понимает. Потому что вы ему сами объяснили, что вы от него хотите. Да, время. Да, большое спасибо, мы переходим к вопросам. То есть в принципе это то, что я хотел показать. А если не использовать луис и другие API, есть какая-то возможность задать набор ключевых слов? Если они есть в предложении, то бот реагирует. Если нет, то тогда он просто не спамит наш сервер. Ну смотрите, вы, когда приходит сообщение до боту, этот месседж есть. То есть вы его можете распознавать как вы хотите. Вы можете воспользоваться любым сервисом. Вы можете там сделать, я не знаю, сплит по пробелу, пошли, тратата. Да, можете регулярно. Чтобы он даже не приходил к нам на сервис. На этапе чтения из чата уже фильтровался. Нет, сообщение придет. Будете вы реагировать на него или нет, это уже ваш вопрос. Но сообщение, оно должно дойти. Но вы можете не среагировать. Второй вопрос. Вот эти дата-контракты в JSON, они по умолчанию, они не меняются никак? Нельзя их кастомизировать или редактировать или еще дополнять? Сейчас это тот контракт, который работает с бот-коннектором. То есть вам нужно повторить, реализовать этот контракт, чтобы пользоваться. Там, ну на самом деле, не так все и сложно. Опять же, возвращаемся сюда. Вот, пожалуйста. У нас есть conversation ID, язык, текст обмена сообщениями, аттачменты, если есть, от кого сообщение, кому сообщение. Ну, как бы и вот у вас фактически есть view state, который помнит состояние. Кто-то, если помнит веб-формочки, аэспонетные, вот, view state. Но этот view state ходит на самом деле только между вами и бот-коннектором. Он не доходит до чатика. Да, вот есть еще вопрос, да. У меня такой вопрос. Вот сегжесты в Луисе. Я его обучаю, только я. Ему возможно скормить кусок текста и потом на основе его уже доучивать. То есть я ему не с чата, а вот книжку выдаю, и он учится, учится, учится. Он становится более обученным, чем, скажем, руками. То есть есть ли механизмы автоматического обучения? Автоматическое обучение. Да, хороший вопрос. Смотрите, если мы вернемся на главную страничку. Возле каждой модели, которая у меня есть. Так, я же кликнул. Интернетик нас чуть-чуть подводит. Я могу сделать экспорт и импорт того, что здесь есть. И, соответственно, уже обученную модель я могу сохранить. Сейчас я покажу. Ну, там есть просто кнопочка экспорт. И могу в другом месте импортнуть. То есть кусок вот этого обучения я могу сохранить. Вы можете либо повторить этот же формат каким-то образом. То есть книгу вы не скормите. Но если у вас есть уже обученная модель, вы ее можете забрать отсюда и доучить другую. И еще такой один момент. Смотрите, там распознавание языков, только там английский. Но неважно. Возможно ли обучить модель на основе двух языков? Скажем, если по-украински там есть русизм, конкретно русское слово. Или англоязычные люди иногда испанские слова вставляют. Возможно ли его так обучить, чтобы он понимал, что это английский язык, но с элементов испанского. Чтобы он туда-назад мог мигрировать. Так, нет. Когда вы создаете Lewis Application, у вас один выбирается язык. Языков мало. Есть проблема такая. Они обещают, что следующие будут японский и немецкий. Славянских языков там пока нет. Вы можете либо пользоваться этим переводчиком, либо вы можете создать две модели. Одна английская, одна испанская. И принимая сообщение, вы можете уже как-то там с этим поманипулировать. Но то, что они говорят, вот у меня… Классно, да? Грузимся еще. То есть, я так понимаю, это надо будет взять предложение, вычленить оттуда часть испанскую, перевести ее на английскую, вставить назад… На самом деле, может быть, вам этого и не надо. Скажем так, те сообщения, которыми вы обмениваетесь, они по натуре своей, того, что это бот, они будут достаточно простыми. Человек дает команду, либо отвечает на вопрос боту. Поэтому оно просто будет даже с испанскими словами неплохо распознаваться. Они даже что предлагают в самом Луисе? Можно обучать вообще любому языку, в том числе и русскому, или украинскому. Что там будет? Если у вас знаки припинания те же самые, что в английском языке, если пробелы используются для разделения слов, то он будет стараться что-то распознать, он будет запоминать entity, он будет знать, что если первым идет такое-то слово, то, наверное, такой интент, но с большим количеством ограничений. То есть, в принципе, на основе вот этого всего можно создать свою систему, которая будет управлять умным домом с мобильного телефона. Ему что-то сказал, он перевернул в утюг. То есть, это уже моя будет задача, как это связать. То есть, обучу, сказать, скажем, проблема с утюгом, или проверю утюг, или я забыл выключить утюг. То есть, он, в принципе, это все может распознавать. Вполне может распознавать. А дальше вы в каком-то методе, да, уже в коде, в своего бота, вот в этом приложении, когда вы убедили, что интент тот, который есть, делайте в коде все, что хотите. И еще такой вопрос. Как Луис работает со сленгом и с ненормативной лексикой? Сюда ради любопытства. Ну, вы его можете обучать, как хотите. То есть, не переоценивайте то, что делает Луис. То есть, это не прямо искусственный интеллект, который с вами будет, я не знаю, обсуждать творчество Шекспира. Чем больше фраз вы ему закидываете, тем лучше. Machine Learning вот этими NLP механизмами будет распознавать, распознавать. Вот, но его задача получить интент и получить entity. Если, опять же, могут быть отпечатки, могут быть какие-то сленговые фразы. Ну, обучайте его дальше. Хорошо, спасибо. Да. Как раз хотел спросить про отпечатки. Есть какое-то автоматическое средство распознавания отпечаток и их парсинга в реальные слова. Это, в принципе, тяжелая вообще задача. Ну, опять же, это все касается сложности Natural Language Processing как такового. Потому что есть много там каких-то производных фраз. То есть, там, примеры, опять же, в распознавании, когда, я не знаю, если я пишу живому человеку фразу, там, я не знаю, 50 рублируй, да, это обозначает, дай мне 50 рублей. Но в самому боту понять, то есть, или это опечатка, да, или это я просто немножечко выпил, да, и что-то пытался набрать, у меня не получилось. Он не может. Вы его будете, можете обучать того же Луиса. То есть, вы просто увидите, у вас те сообщения, которые приходят постоянно, они будут показываться. Вы увидите, да, что есть там, я не знаю, там, вы пишете deploy, production, все работает. Вы видите нераспознанные фразы, делпой. Ну, хотите, там, помогите вашим опечатывающимся пользователям, сопоставьте интенс с фразой. Ну, то есть, только вручную, да? Ну, да. Ну, конечно. Да. А все-таки скажите, какие есть альтернативы для Луиса, для вот украинского русского языка? С этим все печально. Но есть какие-то Яндекс-сервисы для распознавания, которыми можно воспользоваться. Они, я ими не пользовался, мне говорили, что там, ну, есть для этого механизм. Проблема в том, что он стоит, по-моему, у Яндекса раз в 10 дороже, чем вот Луис, например, и какие-то аналогичные сервисы. Но, опять же, то есть, вот я делая бота вот для конференции, я принял решение, что мне здесь Луис не нужен, я лучше этими кнопочками буду для этой задачи делать выбор. Продолжение следует...